В прошлом уроке мы добавили задний фон к нашей будущей игре. На эмуляторе это выглядит вот так. Можно заметить, что задний фон занимает не весь экран телефона, он делит его с другими системными элементами. Например, по умолчанию на экране располагается строка состояния, action bar и navigation bar. Все это системные панели навигации. Если их скрыть, это позволит нашему приложению использовать больше места на экране. Отключим сперва только одну такую панель, ее называют action bar. Для этого разверните папку values, затем папку thems. Здесь вы увидите два XML файла. Один файл это стандартная тема, а второй файл это ночная тема. Откроем стандартную тему. Почему мы скрываем эти элементы именно в файле с темой, хотя можно скрыть их в программном файле mainactivity.java? Если следовать официальной документации, то в ней говорится, установка темы активности в файле манифеста вашего приложения является предпочтительным подходом. Преимущество использования темы заключается в следующем. Первое. Его легче поддерживать и он менее подвержен ошибкам, чем программная установка. Второе. Это приведет к более плавным переходам пользовательского интерфейса. И вместо dark action bar напишем no action bar. Запустим приложение и посмотрим, как теперь будет выглядеть наше приложение. Как видим, action bar исчез. Теперь нужно убрать верхнюю панель и нижнюю панель с системными кнопками. Хочу заметить, что сейчас экран по-прежнему разделен. Небольшую часть занимает строка состояния, основную часть занимает наше приложение с задним фоном и внизу часть экрана занимает панель с системными кнопками навигации. Почему я заострил на этом внимание? Потому что дальше строка состояния и панель навигации пропадет с экрана. Но ее можно будет вызвать при надобности и она будет отображаться немного в другом формате. Сейчас покажу в каком. Уберем верхнюю панель, которая называется строка состояния. В том же файле темы пишем item name android window fullscreen true. Запустим приложение. Теперь строка состояния не отображается на экране, но в случае необходимости ее можно вызвать. Для этого нужно сделать свайп сверху вниз и она появится. Только теперь она уже не делит экран с остальными элементами. Эта строка состояния находится поверх нашего приложения. И когда она выдвигается, наш макет сохраняет пропорции. Так же, как будто этой строки состояния нет на экране. Затем через какое-то время она снова исчезает. Еще хотелось бы рассказать, как телефон определяет, какую тему ему использовать, запуская ваше приложение. Например, моя тема называется them.sculptor. А так как все начинается с файла манифеста, в нем прописано, какую тему нужно использовать. А теперь давайте скроем нижнюю панель навигации. Она убирается по-другому. Не через тему, а программно. Откройте файл mainactivity.java. Так как у нас минимальная версия андроид, на которой запускается игра, это API 26, Android 8.0 Oreo, я буду использовать код, поддерживающий именно эту версию и выше. Хотя на сегодняшний день, начиная с версии API 30, это версия Android 11, нужно использовать другой код, который в нашем проекте работать не будет, потому что нам надо охватить все устройства с Android 8.0 и выше. Добавляем строку window w равно getWindow. Затем поставьте курсор на window и нажмите Alt-Enter, чтобы импортировать этот класс. добавим комментарий, скрываем нижнюю панель навигации. Давайте запустим и посмотрим. Сейчас панель навигации скрыта. Но если сделать свайп снизу вверх, то навигация появляется и сдвигает весь макет. Нам нужно это исправить. Добавим вот такой код. Символ вертикальной черты, он называется pipe-пробел-view-точка-system-ui-flag-immersive-sticky. Комментарий появляется поверх игры и исчезает. Запустим проект и посмотрим на результат. Вот сейчас у нас нет нижней панели навигации. Но навсегда ее скрывать тоже нельзя, потому что у пользователя должна быть возможность взаимодействовать с системными кнопками телефона. Поэтому мы не просто спрятали навигацию, мы применили иммерсивный режим. То есть, когда пользователь взаимодействует с игрой, все системные панели спрятаны. Но если пользователь сделает свайп снизу вверх, то панель навигации появится поверх игры. А затем через небольшое количество времени панель навигации снова спрячется. Еще одна обязательная функция, которую мы не добавили. Это запретить нашей игре переходить в горизонтальный режим. Сейчас запрета еще нет, поэтому если повернуть телефон, то игра перейдет из вертикального режима в горизонтальный. Вернитесь в Android Studio. Откройте файл манифеста и вот здесь напишите. Android.screenOrientationPortrait Запустим проект. Повернем телефон и увидим, что ориентация сохранилась в прежнем режиме. Продолжение в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...